рад приветствовать вас в новом видео уроке меня зовут александр владимиров это школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить полезные видео уроки сейчас мы с вами разберем что такое мид сайт эквализация для чего нужна и как она вообще работает давайте возьмем для примера вот такой вот drum loop и этот drum loop у нас на самом деле в стерео как можем это понять мы можем взять плагин ну например родной мультиметр и если вот здесь вот коррелейшн у нас будет что-то показывать то есть он будет как-то так болтаться то это означает что звук у нас не в моно а в стерео но и безусловно конечно мы должны ориентироваться на слух мы видим что звук достаточно широкий но и мы это слышим на самом деле я буду использовать изотоп и мейджер почему потому что он чуть более наглядный позволяет разделять еще звуки на частотные бенды то есть можем например посмотреть а как ведут себя например высокие частоты или низкие частоты и так далее давайте посмотрим как здесь все это дело выглядит как вы видите мультиметре у нас был вот этот параметр коррелейшн и здесь этот параметр коррелейшн точно такой же то есть по сути здесь у нас плюс 1 здесь минус 1 здесь то же самое но в имейджере мы видим чуть более но похожую картинку на то что нам более понятно вот он левый канал вот он правый то есть звук более широкий чтобы понять как звук звучит моно мы можем здесь нажать моно и мы услышим сейчас звук ну то есть полностью в моно то есть только моно составляющей этого самого драм лупа и выглядеть у нас это будет вот так коррелейшн у нас плюс 1 в мультиметре бы здесь вообще ничего не показывала то есть здесь было бы вот просто типа здесь плюс 1 и он ничего не показывает этого бегунка бы здесь не было ползунка и что нам это дает смотрите звук он состоит из двух частей условно говоря из моно составляющей до который мы можем прослушать и некой стерео составляющей это очень важно кроме того мы можем например в мейджере поставить разделитель и посмотреть вот а что например ниже 200 герц у нас какие вообще у нас там частоты широкие они стерео или нет они тоже широкие вообще низкие частоты желательно должны быть в моно но эта тема немного другая значит зачем был этот экскурс он был для того чтобы вы могли понять а что делает вообще мид сайт эквализация когда мы берем эквалайзер я надеюсь вы знаете как уж эквалайзер работает то вот здесь можете выбрать процессинг либо left only либо right либо мид либо сайт left right здесь в принципе все понятно если вы например возьмете left то вы будете обрабатывать только то что слева левый канал если справа то справа соответственно если мы возьмем и вырежем все что находится у нас слева то мы видим и слышим только звук как бы да что у нас справа остался потому что слева мы все вырезали надеюсь это понятно здесь это как бы достаточно несложно так вот с мид сайдом абсолютно та же самая история мид это то что в центре моно составляющая сайт это то что по бокам это стерео составляющая легко запомнить начинаются и мид и моно с одной буквы сайт и стерео тоже с одной буквы что происходит если например мы берем и срезаем все частоты вот давайте прям возьмем жестко срежем все частоты по максимуму насколько сможем именно в сайде звук как вы скорее всего догадались станет в моно потому что у нас останется только моно составляющая и это действительно так то есть мы взяли и срезали все что было у нас по бокам то есть в теории я надеюсь здесь все понятно мы можем отдельно обрабатывать эквализировать стерео составляющую и отдельно обрабатывать моно составляющую теперь давайте ближе к практике нафига это вообще нам нужно доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусти это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене как я говорил ранее низкие частоты как правило они должны быть в моно это опять же отдельная тема мы это более подробно разбираем в курсах но допустим вы хотите сделать низкие частоты в моно как мы это делаем все верно мы активируем срез низких частот и срезаем например все что ниже давайте там 200 герц и мы делаем это только в сайте за счет этого у нас весь звук в целом остается ну как бы в стерео но если мы решим засолировать низкие частоты понять а чё с ними теперь это через анализатор они не идеально но уже очень близко к моно потому что мы взяли все срезали то есть вот так мы можем это сделать с помощью мид сайт эквализации и одна из таких но популярных задач мид сайт эквализации это сделать низкие частоты в моно но лично я например больше предпочитаю брать тот же изотопа зон выбрать нужные мне частоты например все что ниже 150 герц и сделать их вот так вот в моно вот смотрите они у нас в моно при там все остальные частоты они также в стерео и совокупно тоже звук остается в стерео но низкие частоты в моно по сути это точно то же самое что делает мид сайт эквализация как вы будете это делать через изотопа зон либо через какой-то другой мультибендовый имейджер либо через мид сайт эквализацию это уже на ваше усмотрение мне важно чтобы вы просто поняли чё это вообще такое нафига это нужно для чего еще может применяться мид сайт эквализации допустим вы хотите сделать высокие частоты более широкими именно в стерео чтобы они были еще более широкими вы берете и именно в сайт составляющей берете и увеличиваете громкость ну например высоких частот у все что выше 5 килогерц давайте сделаем там достаточно такие жесткие значения плюс 10 чтобы было более заметно в итоге наш звук станет еще более широким но именно на вот этих частотах да он будет заодно и погромче безусловно но он и при этом станет более широким давайте уберем здесь эту обработку вообще уберем этот разделитель вы слышите да что высоких частот стало больше и они стали еще и шире вот эти частоты потому что сайт составляющая стала громче то есть таким образом мы можем делать например стерео расширение каких-то определенных частот точно так же мы могли бы взять вот здесь вот выбрать 5 килогерц и здесь вот взять вот этим вот фейдом увеличить стерео составляющую это опять же одно и то же по сути только чуть-чуть по разному делается но в смысле технологически да ты скажем так технически немного разные вещи но на практике они делают одно и то же как это будет звучать тут нужно как бы слушать самому и проверять а какой вариант вам больше нравится ну на мой слух так звучит как-то поприятнее но опять же это мое мнение я чаще всего подобные вещи делаю не через мед сайт эквализацию а именно вот через и major изотопа зон либо какой-то другой но чаще всего изотопа зон но тем не менее вот так вот работает мед сайт эквализации точно так же вы можете взять и например срезать вообще нафиг весь мид но это конечно странная идея потому что у вас останется только стерео составляющая это будет но уже слишком расширенный звук какие еще могут быть задачи которые решает мед сайт эквализация я не хочу сейчас вас сильно грузить некоторыми вещами но некоторые так скажем гуру любят делать следующие манипуляции мы допустим ищем резонансы в звуке это касается работы с группами либо иногда прям на мастере такое происходит и например какой-то звук он имеет резонанс но он имеет резонанс только в моно составляющий вот именно как то так получилось что только в моно составляющей в миде у нас есть какой-то резонанс или какая-то неприятная там чистота и мы если будем работать в стерео то мы понижая эту частоту например мы будем обрабатывать и стерео составляющей и составляющую моно составляющую но стерео составляющая там все нормально звучит и там как бы ну понимаете да то есть зачем мы будем трогать безобидную стерео составляющую если у нас вот этого неприятная частота она только в моно поэтому мы берем включаем mid обработку и срезаем эту и понижаем эту частоту только в миде а в стерео составляющей мы ничего это не делаем то есть у нас как бы все остается как оно было то есть мы эти вещи делаем только вот в миде либо в сайде. То есть понятно, да, надеюсь, как это работает. На практике я такой ерундой не занимаюсь, то есть опять же я стараюсь изначально просто, когда делаю треки, все резонансы подрезать на самих звуках, поэтому подобными вещами, ну, я считаю, заниматься не стоит. Но если вы смастерите какой-то чужой трек и там все капец как плохо, то, да, наверное, вам придется изощряться и пытаться какими-то вот этими техниками все это применять. Значит, это все, пожалуй, да, что касается медсайта эквализации. Я могу сказать, что я ее практически никогда в своих миксах не применяю, но это не значит, что ее нету. То есть я ее применяю, по сути, через другие просто плагины так или иначе. Но в любом случае знать это необходимо, понимать это необходимо. И сейчас после этого ролика вы уже это все знаете и понимаете. Так что попробуйте применить это на практике, но сильно не заморачивайтесь. Медсайта эквализация, если мы говорим про электронную музыку, здесь подчеркну, если мы говорим про электронную музыку, медсайта эквализация нам не так сильно важна. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока.